Всем привет! Это Ирина. Давно не снимала вам видео. Вот сегодня, наконец-то, дочка у бабушки. Можно спокойно снять. У нас такая жуткая погода, похолодало. Минус, по-моему, на градуснике. Ну да, 0 градусов. Жуткий ветер. Очень темно. Я долго искала более-менее светлое место, чтобы снять вам видео. Вот. Это, как всегда, оказался мой балкончик. Вот. Что я вам хотела показать? Я вам хотела, во-первых, захвастать, что скоро у меня уже расцветёт. Вот мой красный ринг. Чудесный. Гигантея Ред. Вот. Скоро зацветёт у меня. Потом, как я неожиданно для себя увидела, в таком уголочке, вот, кто не знает, это Талумния. Я даже не знаю её цвет, честно. И, по-моему, там даже два кустика сидит, а не один. Два в одном крошочке. Вот. Будет сюрпризиком для меня, когда расцветёт. Вот. И впервые для меня будет цвести, по-моему. Вот. Вот какая. Это мой цимбидиум. Где-то там этикеточка есть. Вот. Вот он. Цимбидиум. Бутербол. Грюнгельб. Немецкий цимб. Ну, написано Грюнгельб. Это жёлто-зелёный, но, по-моему, он жёлтенький. Он относится к мини-цимбам, хотя по нему это особо не скажешь. Не буду его вытаскивать. Огромный там куст. Вот. К мини-цимбидиумам. Поэтому они к зацветанию более лёгкие, чем обычные цимбидиумы, вот, большие, которые в магазинах стоят. Их зацвести тяжело. Им нужен большой перепад температуры дневной и ночной. Цветут они как раз вот в зимний период, когда холодает. Так же скоро вот мой сога-релекс расцветёт. Потом, что ещё хотела вам показать. А, вот цветоносик. Тоже увидела вчера, поливала. Но без памкин. Очень люблю этот сорт. Хотя он на корневую. У него вечно проблемы с корневой. У меня их было два. Один погиб. Вот это я себе уже второй хорошо оставила. Потому что сейчас этот сорт, по-моему, у поставщика есть. Но он на него поднял цену. Он очень дорогой у него сейчас. Так, что ещё? А, расцвел мой антидиум твинкл. Вот. Пока два цветоносика они полностью ещё открылись. И впереди вот ещё четыре цветоноса. Вчера мужу хвасталась. Вот. И хотела вам рассказать о дендробиумах. Вот я здесь собрала свои дендрики. Вот. У меня есть дендрофаленопсисы. У меня их три. Вот один будет цвести. Причём, я думала, один цветонос. Но у нас ещё и два. Что самое интересное, эта бульба уже у него цвела в том году. И вот он на ней будет ещё раз цвести. То есть дендры как бы могут цвести по несколько раз на одной бульбе. Вот. Потом дендрофал у меня вот такой вот подросточек из Азии. Он должен быть разноцветный такой, интересный. И дендрофал у меня здесь ещё на балконе один живёт. Но он пока ещё не собирается цвести. Вот у него молодых бульб здесь две или три. По-моему, две вот эти он нарастил у меня. Но они ещё, как вы видите, они должны достичь размера старой бульбы. А то и перерасти её. И тогда они зацветут. Но что-то они как-то медленно. Надо поудобрять чуток его. Потому что здесь, видите, вот новая бульба. Она какая здоровая выросла по сравнению со старой. Этот у меня на южном окне стоит. Поэтому вот, наверное, он и быстрее разродился. Сейчас я его уберу сюда, пока не сломала его. Вот. А также у меня есть дендробиум нобили. Но не обычные, а мини нобили. К сожалению, стандартного нобили у меня нету. Они больше. Они, если этот в высоту сантиметров 35, то стандартные нобили, они в высоту сантиметров 50. Вот. Я долго искала этот сорт. Называется он... Я сам прочту. Вот он. Дендробиум Энджел Бэйби Лав Покет. Чем он примечателен? Это тем, что он цветёт сам по себе. Не надо над ним танцевать. С бубном, как говорят архаманы. Вот. Он весь год цветёт, не переставая. То там, то здесь у него пробождается почечка. Вот. Цветочки у него нежно-белые. Немного жёлтенькая серёдка. Но тут камера. У меня включён свет ещё на телефоне. Поэтому немножко искажает. И он пахнет. Но не как нобили стандартные. Стандартные нобили, они обычно пахнут сладко. Как ваниль. Этот пахнет парфюмом. Ну, сейчас у меня тут насморк. К сожалению, мне его не понюхать. Вот. Но я его уже нюхала. У него приятный запах парфюма. А, вот, кстати, опять он пробудил почечку. Будет цвести. Я говорю, что вот всё время. Вот он там отсветёт, а там, смотришь, уже почечка новая лезет. Классный сорт. Короче, я его очень долго искала. Вот, нашла. И на продажу я его уже, в принципе, девчонки взяли. Очень рады у меня. И, главное, я его для себя долго искала. И, наконец-то, привезла. Вот. А что касательно додробиум нобили стандартный. Их зацвести тяжело в том плане, что, так же, как стандартные цимбидиумы, большие орхидеи тяжело зацветать. Нобили нужно устраивать просушку зимой. То есть, с наступлением холодов, как бы, мы потихоньку уменьшаем их полив. И зимой практически их не поливаем. Их питательные вещества находятся вот в их бульбах. Вот. И они начинают цвести. Вот. Как только появятся бутончики, можно потихоньку начинать полив. По чуть-чуть. Вот. И он вас будет радовать. Но, как правило, тяжело сделать так, чтобы он прям вот как магазинное цветение, прям полностью вся бульба была усеяна цветами. Как правило, это вот так вот он у вас выдаст. Здесь одну почечку, там одну, здесь две. Ну, так вот. Так. Так, и еще у меня есть Нобили. Вот такой. Вот такой красавец. Можно ли его отнести к стандартным Нобили? Может и можно. Но это такой сорт. Ну, на этикетке не написали его сорт, к сожалению. Написано просто Нобили. И я, блин, не выписала к видео, не подготовилась. Но кому интересно, я напишу название потом в комментариях его. В общем, этот Нобили легок за цветанию. Вот, видите, он у меня уже вот... Он уже выдал почечки и уже будет цвести. Причем на старых бульбах. Это старые бульбы. Молодые у него все еще продолжают расти. Вот они. Боюсь, что он грохнется. Выше, видите, старых. Они еще продолжают расти. И, скорее всего, он будет цвести на них весной. Как бы он цветет практически, как бы он может в любое время года. И его не надо сушить, как стандартный Нобили. Без просушек. Он зацветает сам по себе. Вот. То есть, как бы, если вы хотите приобрести дендробиум, то узнайте его сорт и прочтите в интернете просто о его специфике. Как его выращивать. Нужна ли ему просушка или не нужна просушка. Потому что есть вот такие вот сорта, которые легкие за цветанию. А есть такие, над которыми надо поколдовать. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать. Скоро зацветут мои орхочки. Любимые. Я вас порадую их цветением. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok